По всем мире туберкулез остается одной из серьезных медико-социальных проблем. В начале 21 века эксперты Всемирной организации здравоохранения вынуждены признать, что это заболевание несет угрозу не только для отдельных стран, но и для всего человечества. Несмотря на то, что туберкулез излечим, он ежегодно уносит жизни двух миллионов человек во всем мире и продолжает оставаться убийцей номер один среди всех инфекционных заболеваний. Несмотря на то, что для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий применяются эффективные противотуберкулезные препараты. Ведущие специалисты здравоохранения ответят на многие вопросы, касающиеся этого заболевания. И первый вопрос – что такое туберкулез? Это древнейшее инфекционное заболевание, и оно характеризуется тем, что вызываются микобактерии туберкулеза, которые, в отличие от всех остальных вирусов и бактерий, имеют трехслойную оболочку. И благодаря этой трехслойной оболочке эта палочка очень устойчива к факторам окружающей среды, и поэтому так сложно побороть этот туберкулез. То есть получается, что если эта палочка устойчива, и к факторам окружающей среды, и к нашим внутренним клеточкам иммунным, которые не могут с ней тоже справиться, и в том числе ко многим препаратам противотуберкулезным, то потому и получается, что туберкулез шагает по планете семимильными шагами и истребляет ежегодно столько народу, столько людей. Вот есть классика, да, классика жанра. Есть заболевание, есть макроорганизм, то есть человек, и есть микроорганизм, то есть микроб, да, иммунитет. Вот если иммунитет человека, макроорганизма ослабевает, то тогда он всегда открыт. Факторы окружающей среды, то есть она кислота устойчивая, спирта устойчивая, щелочи устойчивая, мороза устойчивая, она выдерживает замерзание до минус 270 градусов. И только солнечные лучи способны убить палочку туберкулеза в течение полутора часов, а ультрафиолетовые лучи, вот спектр ультрафиолетовый солнечный, он убивает за 15 минут, поэтому палочка не любит солнце. И там, где солнце, где много солнца, там мало больных туберкулеза. В Московской области обстановка по туберкулезу продолжает оставаться напряженной. В общей структуре клинических форм туберкулеза продолжают преобладать больные запущенными и осложненными формами. В первую очередь это длительный кашель. Длительный кашель считается более трех недель. То есть если человек покашливает три недели и больше, надо подумать, надо пойти к врачу, надо пройти флюорографию, надо обследоваться. Это субфеврильная температура, то есть 37,1-37,3. Это может быть потливость по ночам, та потливость, которой раньше не было, где-то в районе 3-4 часов ночи. Это может быть повышенная утомляемость, причем во второй половине нет. То есть если с утра человек стоит бодрячком, и вроде как бы он активный, все делает, то после часа, после двух, полной бессилии, ничего не хочется. Вот это снижение аппетита, снижение веса. Вот такие вот симптомы. В последние годы уровень заболеваемости туберкулезом в значительной степени определяется числом состоящих на учете в так называемых группах риска. Это люди, болеющие сахарным диабетом, страдающие гипертонической болезнью, язвенной болезнью желудка. Это больные, принимающие длительно гормональные препараты. Ну и помимо всего прочего, это длительно алкоголизирующиеся люди, наркоманы, ВИЧ-инфицированная особенная группа. Ну и люди, которые ведут такой социальный образ жизни. В общем, это все те факторы, которые способствуют, это группа риска, так называемая, которых мы обследуем в первую очередь. Желательно им обследоваться ежегодно, проходить флорографическое обследование. Это люди, вышедшие из мест лишения свободы, тоже, поскольку там тоже заболеваемость очень высокая. Значительная роль в успешной борьбе с туберкулезом отводится профилактической работе. Проба Монту – это туберкулиновая проба. У нас еще сейчас есть диаскин-тест в диспансере мы получили, это более такой достоверный метод. На самом деле это тест, это не прививка, как многие думают, это распространенная ошибка. Многие мамочки, бабушки думают, что проба Монту – это прививка. Нет, на самом деле это просто диагностический тест, который показывает степень инфицирования человека, степень инфицирования ребенка, степень его заражения. Есть ли в организме палочка туберкулезная и как ее много. И показывает еще иммунитет ребенка, как он работает. То есть это абсолютно безвредная проба, бояться ее не надо. В прошлом году, в 2011 году, только на основании пробы Монту был установлен диагноз туберкулез у восьмерых детей. То есть у нас есть проба Монту, тест диагностический, который можно делать абсолютно безболезненно, часто и ничего не бояться. А БЦЖ – это прививка от туберкулеза. И вот впервые прививку от туберкулеза делают на четвертый день рождения ребеночка, уже в роддоме. А потом ежегодно делают вот этот тест диагностический проба Монту. И при отрицательных результатах на пробу Монту делают уже ревакцинацию. То есть в 7 лет ребенку повторно делают прививку от туберкулеза. Туберкулез излечим. Туберкулез излечим, если он выявляется на раннем этапе, если он правильно лечится, потому что он должен лечиться обязательно комплексно, пятью, как минимум четырьмя-пятью препаратами, беспрерывно, то есть это длительно. Все зависит от фазы выявления. Если выявляется он на раннем этапе, то вылечится быстро, буквально за 3-4 месяца. Но помните о том, что в организме есть палочка туберкулезная, придется всю жизнь, вести правильный образ жизни. То есть вылечившись однажды, не надо забывать о том, что вы когда-то переболели, и если человек будет алкоголизироваться, там, извините, употреблять наркотики, там, переохлаждаться, в общем, не следить за своим питанием, то возможен рецидив. Если дома находится больной туберкулезом, то у нас, вот, мы всегда нашим больным выдаем памятку. Да, у нас есть такая специальная памятка для больных туберкулезом. То есть они обязательно должны иметь отдельную посуду, постельное белье. Желательно, конечно, чтобы у них была отдельная комната. Эту комнату почаще надо будет проветривать. Вот, потом, если у человека при кашле выделяется мокрота, то он собирать эту мокроту должен в специальную баночку с крышечкой, а не плевать там в платок или в полотенце, или в салфеточку, или в унитаз, или в раковину. Это недопустимо. Вот, то есть это, и потом вот эта мокрота, которая собирается в баночку, она обеззараживается. То есть мы все подробно нашим пациентам рассказываем, как себя вести, так, чтобы уберечь своих соседей, там, своих родственников и близких, родных. Вот, заражение туберкулезом. Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Он распространяется больным человеком при кашле, сплевывании или чихании. Обследоваться на туберкулез, это значит, первое, пройти флюорографическое обследование. Это проба МАНТО, диагностическая проба МАНТО. Это сдача анализов, обычных, общий анализ крови, мочи мы сдаем. И если выделяется мокрота, значит, нужно сдавать мокроту. Это вот тот минимум, необходимый клинический минимум, который мы проводим при обследовании на туберкулез. О группе риска заболевания туберкулезом относятся люди, подверженные вредным привычкам. Это курение, алкоголь, наркотики. Во-первых, что касается курения, в процессе курения образуется окись углерода. Это то вещество, которое специфически воздействует на оболочки палочки Коха и приводит возбудитель туберкулеза в неактивное состояние. И поэтому туберкулез у курильщика диагностировать гораздо сложнее. Что касается лечения туберкулеза у больных алкоголизмом, здесь нужно сказать о том, что такие больные крайне трудно поддаются лечению. Почему? Потому что, во-первых, они поздно обращаются за медицинской помощью. Те симптомы, которые характерны для ранних форм туберкулеза, больной алкоголизм воспринимает как состояние похмелья. Тоже слабость, утомляемость во второй половине дня, плохой сон, потливость, вегетативные нарушения. Связывает именно с последствиями выпивки, а не с тем, что, возможно, он инфицировался туберкулезом. Особенно опасны сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Туберкулез у таких больных протекает очень тяжело. В связи с тем, что ВИЧ-инфекция разрушает клетки иммунной системы, организм становится открытым, совершенно открытым для заражения туберкулезом. Будьте внимательны к своему здоровью и к здоровью своих близких. По всем вопросам, возникающим по поводу такого опасного заболевания, как туберкулез, звоните по телефону 548-1033. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова